так у нас вопрос от дениса быкова так ну если качество звучания редкой резко изменится в негативную сторону то вы тоже пишите на стену я это увижу и опять попытаюсь что-то сделать и так значит у нас вопрос от дениса быкова денис быков спрашивает как нитше относился к евреям плохо или хорошо а то мой учитель по философии сказал что он люто ненавидел евреев и это перенял гитлер так ну отвечая на вторую часть вопроса хочется сказать что ваш преподаватель он не прав то есть во первых гитлер он не перенимал отношение ницше к евреям и кроме того отношение ницше к евреям она это отношение она не была таким резко негативным как у антисемитов вот то есть отношение ницше к евреям к еврейскому вопросу она очень сложная то есть с одной стороны ницше можно назвать антисемитом в культурологическом смысле потому что ницше достаточно негативно оценивал влияние семитской культуры на культуру европейского континента это то что связано с иуде и христианством с системой жреческих оценок которые с определенного момента стали доминировать европейской цивилизации вот это с одной стороны но с другой стороны ницше указывал на то что евреи не были причиной собственно вот этих вот негативных преобразований да и ницше указывает на то что то что принято называть семитским духом или еврейским духом в действительности представляет собой жреческий дух который был в первую очередь свойственен для цивилизации египта и вавилона и евреи переняли эту систему жреческих оценок уже находясь в рабстве у этих высших рас да то есть изначально в египте а потом в вавилоне и поэтому евреи это не источник вот этой жреческой нигилистической заразы а скорее и и проводник и кроме того вот это отношение ницше к вот этому вопросу взаимопроникновения культур она не экстраполировалась на современных ему евреев то есть ницше в решении еврейского вопроса в европе он указывал на то что было бы неплохо решить этот вопрос через продолжение интеграции евреев европу до через их ассимиляцию через то чтобы благоприятные условия существования позволили бы евреям избавиться от тех негативных черт которые они приобрели вследствие того что они долгое время были значит диаспорой которая находилась в враждебном окружении да то есть ницше предлагал решение еврейского вопроса через ассимиляцию они через уничтожение евреев или через значит их депортацию и создание еврейского государства в палестине то есть ницше не был сианистом и не был таким вот радикальным юдофилом юдофобом до радикальным юдофобом как например вагнер и собственно одна из причин конфликта с вагнером это значит юдофобия вагнер вот поэтому ницше также указывал на то что среди его читателей среди его восторженных почитателей помимо русских скандинавов французов присутствуют также евреи ну и ницше отдавал также свою дань уважения по отношению к таким значит представителям еврейского сообщества как бенедикт спиноза трудами которого ницше восхищался и ницше также любил таких композиторов как значит аффенбах мендельсон и других целый ряд других еврейских композиторов так я надеюсь что за время моего повествования качество звука не ухудшилась в негативную сторону или пишут что есть какие-то посторонние посторонние шумы нет все нормально да ну отлично то есть отношение отношение ницше к евреев это отношение достаточно сложная и это отношение она может быть оценена в спектре от антисемитизма до юдофилии потому что у ницше можно найти цитаты которые бы значит говорили и в пользу это и в пользу противоположной позиции но в целом ницше нельзя назвать каким-то значит радикальным антисемитом и это один из моментов которые все-таки входят в противоречие с последующей философии нас национал социализма и в частности со взглядами гитлера который все-таки был радикальным антисемитом так следующий вопрос от павла барабанова добрый день евгений является ли шпенглер продолжателем идеи ницше или он всего лишь испытывал некоторое его влияние мне показалось что в закате европы шпенглер говоря переходе культуры в цивилизацию признается призывает смиряться с необратимостью этого процесса как подобный пессимизм сочетается с позициями ницшеанства а значит по поводу шпенглера ну в ряде источников особенно в советской историографии философии да то есть советской исследовательской литературе еще там начиная с достаточно раннего периода шпенглер он на всецелые оценивался именно как продолжатель ницше как философ ницшеанец и целая определенная даже совокупность взглядов идей она роднит ницше и шпенглера и это дает нам основание заявлять о том что эти вещи были шпенглером из ницше и заимствованы в частности представление о цикличности исторического процесса и многие другие моменты вот по поводу текста заката европы шпенглер в нем выступает также как оппонент ницше да то есть видимо шпенглер он каким-то образом хотел также подчеркнуть отличие своего мировоззрения от мировоззрения ницше и во втором томе заката европы в главе о сути расового шпенглер высказывает идеи которые в принципе противоположны тем взглядом которые у ницше имелись на сей счет то есть шпенглер он значит имел достаточно специфическую систему представления относительно расового подхода как такового да то есть он видел значит то что идея расы она коренится не в скелете да не в каких-то привычно биологизаторских теориях которые принято связывать с происхождение с этническим происхождением людей с формой черепа там еще с чем-то а спенглер ему его перу принадлежит такой афоризм что раса залегает в мягких тканях то есть по мнению шпенглера да раскрывая вот этот взгляд до чем собственно он говорил шпенглер имел ввиду что раса в первую очередь угадывается в менталитете субъекта то есть отличаться по кожной пигментации по росту по каким-то нюансом строения скелета по форме черепа могут друг от друга даже родные братья которые собственно зачаты от одних родителей и и поэтому для шпенглера суть 1 до она находится в культуре в менталитете в мимике в темпераменте то есть в таких вещах которые не имеют какой-то прямой и жесткой корреляции с значит такими грубыми биологическими материями с одной стороны но с другой стороны они могут быть взаимообусловлены каким-то образом да но как бы имея дело с костными останками да то есть находя какие-то вот значит археологические находки мы мало что можем сказать о расовых особенностях того или иного значит той или культуры опять-таки по шпенглеру именно по той причине под поскольку мы не видим эту расу в ее динамике в ее естественном значит состоянии вот но по мнению шпенглера раз она не в последнюю очередь обуславливается ландшафтом то есть даже вот эти все антропологические вещи антропологические различия между расами они возникают в первую очередь как одна форма адаптации к особенностям ландшафта в самом широком смысле да ну это имеет место быть да в первую очередь даже с позиции биологии да потому что вот именно внешние расовые различия да они обусловлены именно ландшафтом ну по крайней мере с точки зрения академической науки да мы сейчас не берем в расчет различные маргинальные теории там и так далее по поводу идеи о том что культура преобразуется в цивилизацию дав прежде всего мы находим такие вещи у ницше да в его черновиках которые легли в основу книги воля к власти у него есть тезиса на этот счет где он первый еще до шпенглера до до написания шпенглеровского заката европы ницше делает такой значит такую парадоксальную вещь он противопоставляет культуру и цивилизацию то есть он говорит что это не что-то одно а что это прямо противоположные вещи да и шпенглер возможно найдя этот тезис у ницше изначально он его впоследствии развивает именно в своем труде монументальном закат европы что пишет шпенглер в чем он видит противопоставление собственно культурой цивилизации то есть тех явлений которые возможно до него рассматривались анонимично шпенглер пишет он дает следующее такое предельно ясное определение культура стоит строит дворцы и храмы да то есть какие-то культовые сооружения которые имеют в первую очередь какой духовный смысл а цивилизация строит вокзалы банки значит то есть какие-то чисто утилитарные сооружения которые необходимы в первую очередь для утилитарных нужд большого количества людей да то есть культуры это одно таким образом цивилизация это что-то другое и уже ницше указывает на то что точки подъема и точки падения культуры и цивилизации они взаимосвязаны в обратной пропорции то есть точки подъема культуры могут быть точками падения цивилизации и наоборот опять-таки какой какие исторические примеры да мы это мы можем видеть чтобы понять что это не просто какое-то голословное утверждение а что в действительности культуры цивилизации это что-то разное ну прежде всего мы можем упомянуть ренессанс да то есть это высочайшая точка подъема культуры с одной стороны с другой стороны ренессанс он обусловлен также падением нравов значит торжеством каких-то хищных личностей и вроде кланов борджа медичи и так далее то есть с одной стороны это точка падения цивилизации если мы говорим о христианской цивилизации да потому что в ренессансе происходит некий отход от жестко клерикальных рамок значит и в самых различных вообще аспектах да с одной стороны а с другой стороны ренессанс это высочайшая и может быть даже на сегодняшний день непреодолимая точка подъема культуры с другой стороны если мы взглянем на современность то мы увидим обратную ситуацию ну допустим в прогрессивных каких-то западных обществах да то есть с одной стороны мы видим высочайшее развитие цивилизации построение огромных мегаполисов и так далее да с одной стороны а с другой стороны мы видим падение культуры падение духовности то что возможно существование только какого-то коммерциализированного искусства и общую некую такую ментальную деградацию основных масс и населения вот то есть это ситуация обратная ренессансу именно как взлет цивилизации и падение культуры которые мы наблюдаем в современности вот поэтому с одной стороны мы можем видеть схожие моменты у шпенглера и нитши да и мы можем видеть эти прямые заимствования даже если мы будем сопоставлять тексты значит последнего периода нитши и закат европы шпенглера но с другой стороны мы видим также достаточно серьезные противоречия между их мировоззрениями потому что шпенглер в целом он негативно оценивал отношение нитши к христианству и по мнению шпенглера нельзя так однозначно значит негативно относиться к христианству во всех во всех его универсальных проявлениях да и по мнению шпенглера христианство она где-то оказывала даже и положительное влияние вот именно там значит когда речь шла о европейской культуре да то есть там были какие-то положительные аспекты но на них впоследствии юлиус эвола также указывал да то есть что средневековая европа это какая-то такая попытка воскрешение традиционного арийского кастового уклада именно через вот это вот разделение общества на духовенство рыцарство и так далее вот ну и с другой стороны опять таки подход к расовой проблематике красному вопросу у нитши и у шпенглера он не был тождественен хотя бы потому что наш плед шпенглер говорил что вступая в прямую оппозицию к нитши да он говорил напрямую о том что невозможно разделение на высшие и низшие расы именно всего того что значит раса это понять очень многообразная сложная и все зависит от тех критериев по которым мы будем значит весь комплекс вопросов связанных с расовой идеей оценивать да то есть шпенглер даже в меньшей степени можно причислить каким-то притечем национал социализма несмотря на то что он собственно таким образом и был оценен ну по крайней мере в советской историографии да и он свое время даже голосовал на выборах за нсд ап нсд рп да как-то в нацистская партия называлась вот потому что он на каком-то моменте своей жизни считал что гитлер да и национал-социалистическая партия они все-таки предпринимают какие-то попытки европейского ренессанса значит следующий вопрос от из или сура садыкова почему все не шансы меритократы дрочат на унгерна по мне так это странный и неоднозначный тип ну прежде всего хочется сказать что далеко не все не шансы и меритократы положительно оценивают личность и деятельность барона унгерна фон штернберга и то есть по отношению к этой персоне как и по отношению к другим вопросам существует самая широкая палитра мнений и взглядов и так далее то есть есть те кто оценивает его деятельности его идеи положительно есть те кто оценивает потрясать отрицательным так что ну по крайней мере в рамках нитшанского меритократического движения восхождения вы не встретите каких-то значит положительных оценок в адрес унгер на какого-то пиетета перед ним то есть там скорее критические с иронией оценивают вот эту историческую фигуру значит следующий вопрос от феликса эрдмана добрый вечер евгений маргинал ну к сожалению вот маргинал нас сегодня покинул всего технических проблем значит первый вопрос является ли савельев биологическим детерминистом да конечно сергей вячеславович савельев его можно отнести смело к биологическим детерминистом но он не является до 3 местом генетическим он является до 3 местом морфофункциональным и значит человеком который говорит о детерминизме формообразования второй вопрос каково ваше отношение к телеме алистера кроули имеет ли философия нитши влияние на философию кроули ну мое личное отношение к телеме к алистеру кроули и тому подобным эзотерическим оккультным и в целом религиозным вещам она негативно именно потому что опять-таки если это с позиции философии нитши оценивать то эта попытка построить какой-то иной мир вне собственно мира физиологической реальности данного нам в непосредственном ощущении то есть моего отношения к кульциз к к культизму к эзотерике она негативная по поводу влияния ницше но у ницше он повлиял на очень многих деятелей двадцатого века в том числе возможные на кроули в каких-то моментах и в первую очередь я думаю речь идет о таком тексте ницше как антихристианин или антихрист в другом переводе то есть вот этот пафос борьбы и ницше против христианской религии он мог вас быть воспринят вот именно оккультистами эзотериками как какое-то вот прямое богоборчество как сатанизм не в эстетическом а в таком непосредственно прямом смысле и в этом смысле ницше он превратился конечно в культовую фигуру для сатанизма вообще и так называемая сатанинская библия лавея это по сути такой очень примитивный конспект примитивный пересказ лавеем книги антихристианин ницше с одной стороны с другой стороны в сатанизме там присутствуют различные течения и отнюдь не все из них они подразумевают напрямую поклонение какому-то дьяволу как персонажу древнесемитской мифологии и так далее но этому я думаю будет посвящен один из следующих вопросов на которые я буду отвечать а алистер кроули но мне его сложно выделить из общей плеяды каких-то вот эзотериков оккультистов потому что я непосредственно телемы алистерам кровли не занимался изучением да вот этих вещей потому что они не вызывали никогда у меня какого-то особого интереса так третий вопрос что думаете насчет такого персонажа как александр невеев как вам в его видео посвященную савелью к александру невееву у меня отношения сложная сложная потому что с одной стороны он достойно уважения как человек который троллит сектантов в интернете различных левашовцев и псевдо-гуру значит различных мошенников которые пытаются зарабатывать на тренингах и делают там тому подобные вещи вот с одной стороны а с другой стороны риторика господина невеева она позволяет заподозрить его самого в некотором сектанстве то есть в частности его критика в адрес психиатрии как таковой периодически проскальзывающий у него саентологические фразеологизм и рассуждения по динамике значит и вообще в целом господин невеев он обнаруживает такое знание внутренней саентологической литературы которая свойственна либо для людей которые профессионально занимались сектоведением либо для тех людей которые на каком-то этапе своей жизни они были связаны с саентологией именно в качестве адептов вот но поскольку господина невеева у него какое-то видимо свое мнение на этот счет то я думаю что он сам его как-нибудь озвучит и когда-нибудь запишет ролик выложит его в youtube о том что а его собственно отношении к саентологии и о том был ли он связан с саентологии в молодые годы вот так же такая любопытная подробность и и сергей вячеславович савельев которого невеев яростно критикует и я ваш покорный слуга и собственно сам господин невеев в разные годы окончили одно и то же учебное заведение да только сергей вячеславович закончил химико-биологический факультет еще в советское время когда это высшее учебное заведение называлась мпг имени ленина это считался один из лучших педагогических вузов в союзе который в свое время курировала лично кропская да но она к тому времени уже умерла вот а мы с господином невеевым закончили факультет психологии с разницей в год пример ну опять-таки если верить той биографической справки которая указана у него на странице ну так же господин невеев это человек который оказывает мне бесплатную рекламу на своей странице поэтому я не могу о нем как-то негативно отзываться это было бы несправедливо потому что такая звезда ютуба она бесплатную рекламу оказывает это всегда приятно в любом случае вот поэтому я желаю господин невеева дальнейших творческих успехов и я как бы несколько недумевая почему он далил последний ролик со своей странице последний ролик который был посвящен критики сергея вячеславович савельева может быть это раскаяние или какие-то технические проблемы может быть господин невеев он каким-то образом обнаружил атлас бродмана где указано морфо функциональная привязка по линию а кортекса существование которое он отрицал и говорил что современной науке ничего такое неизвестно хотя ну собственно это данные наверное еще с 19 века были известны в науке да то есть то что существует локализация функций в корее и существует различные там зрительные слуховые поляны кортекса которые современной науки они хорошо известны изучены и так далее то есть что различные поляны кортекса они отличаются не просто формой нейронов да как об этом говорил господин невеев они отличаются в первую очередь своим функциональной привязкой и для но для науки биологической это достаточно хорошо известная информация хотя возможно это новая или сравнительно новая информация для самого господина невеева вот ну собственно получается что я ответил на обе части вопроса и потому что я вскользь коснулся этого замечательного видео в котором господин невеев касается персонажа значит такого замечательного человека как сергей савильев следующий вопрос от сергея бегуна расскажи подробнее про типологию ламброза на это тоже очень важный момент так по поводу типологии ламброза ну вокруг личности и взглядов господина ламброза существует масса всяких превратных толкований мистификации и поэтому я думаю будет важно если я кратко тезисно как-то расскажу о том вообще о чем дописал господин ламброза какие выводы он делал и о чем собственно его типологии ну для начала небольшая такая историческая справка типология ламброза она была достаточно быстро запрещена и в советской россии и в третьем рейхе это тоже такой протоксальный момент потому что когда речь идет о физиономике о ламброза как оба основатели физиологического метода в криминалистики как о человеке который мерил черепа различные параметры черепа в том числе раз вы какие-то параметры то у людей и у обывателей в голове сразу возникает такая картинка что это все связано с расизмом с какими-то значит концлагерями и так далее ну прежде всего сам чезар ламброза да этот выдающийся психиатр следует ли он был евреем да и это была одна из причин почему собственно его типология его труды они были запрещены в третьем рейхе с одной стороны с другой стороны мы не можем сказать о том что взгляды ламброза на расовую проблематику да они были бы тождественные каким-то официальным документом и официальной позиции идеологов третьего рейха хотя в одном из своих трудов чезар ламброза указывает на то что по его статистическим данным светловолосцы и голубоглазые долях цифалы они более склонны к значит усвоению и воспроизводству какой-то высокой культуры и имеют больший потенциал интеллектуальный если сравнивать их с кориглазыми и темноволосыми брахицефалами значит для той части аудитории которая не совсем понимает о чем идет речь я хочу сказать что значит брахицефалы мезоцефалы и долихоцефалы это такая типология форм черепа которая по мнению там исследователи допустим 19 века она могла влиять самым прямым образом на интеллектуальный потенциал и на интеллектуальные способности людей да но как представляется биологической науке уже более позднего времени то большее влияние на интеллектуальный потенциал оказывает не цифальный указатель то есть не форма черепа а скорее от длина и угол наклона лобной кости то есть это более верный такой признак при оценке интеллектуального потенциала вот потому что это значительно важнее чем цифральный указатель целом по поводу типологии ламброза как я уже упоминал чазара ламброза был основателем физиологического метода в криминалистики то есть он выделил на основе своих статистических исследований на основе того что он оценивал физиологические параметры заключенных и психически больных людей психически больных преступников в частности с разных концов с разных регионов европы то он на основе вот этого достаточно значительного материала которому который ему удалось систематизировать и изложить в своих работах выделил некоторые основные значит параметры и некоторые основные такие физиологические архетипы которые могут быть отнесены к различным типам преступников то есть на основе вот этих статистических данных он рассказал о том какие физиологические параметры они более характерны для рецидивистов для значит людей психически больных и так далее то есть на основе этого ему удалось выделить даже несколько различных типов там физиологический тип насильника разбойника и так далее вот также чазар ламброза живо интересовался значит вопросы политической вопросами политической преступности то есть именно теми физиологическими параметрами которые характерны для политических преступников и так далее ну вообще базовое утверждение чазар ламброза до которому он приходит на основе своих исследований состоит в том что преступник это есть физиологическое явление и преступник как таковой это результат деградации значит какого-то конкретного субъекта к более ранним этапом эволюционного развития то есть для физиологических параметров преступников для в частности если мы разберем и параметры их черепов характерные какие-то атовизмы и характерные значит какие-то общие вещи которые характерны для приматов и для значит людей более ранних эволюционных этапов по отношению к хомо сапиенс да то есть для преступников ну чтобы не быть голословным да я могу перечислить какие-то параметры то есть для значит преступников характерно и больше выпирающих вперед тяжелые надбровные дуги значит выпирающий вперед крупные хищные челюсти кривые зубы выпирания вперед либо верхней либо нижней челюсти хордовая лицевая симметрия нарушена то есть как бы если сравнивать правую и левую часть черепа относительно друг друга то эти значит части черепа они асимметричные в частности ну первое что бросается в глаза это именно глазницы в черепе вот эти отверстия да они расположены на разном уровне для преступников статистически да опять таки если мы берем статистические данные ламбраза более характерны узкие пока ты скошенная назад лобная кость брехицефальный череп вот и ну вообще более грубое и примитивное устройство скелета которая выглядит в целом как некий такой атовизм и как некая дегенерация если сравнивать это с среднестатистическими параметрами современного человека до современного представителя вида homo sapiens вот и ну и поскольку вот ламброза пришел к таким парадоксальным выводам естественно он уже при жизни столкнулся с жестким таким потоком критики которые однако не касался напрямую его типологии потому что например ну были такие разные комичные примеры когда люди указывали на то что значит по статистическим данным ламброза у большинства преступников присутствуют какие-то специфические татуировки которые значит показывают их статус их место в преступном мире но естественно из этого не следует что если какой-то обычный человек сделает какую-то татуировку то он таким образом автоматически становится преступником хотя он будет в эту статистику людей с татуировками попадать ну собственно ламброза и не делал никогда таких выводов то есть уже на заре появления его трудов они начали восприниматься очень превратно вот ну поскольку если оценивать по типологии ламброза вождей большевистской россии советской до 20-х годов и вождей третьего рейха то большую часть из них можно будет отнести по типологии ламброза к типам преступников дегенератов то собственно это и было основной причиной почему книги и типология ламброза они были запрещены и в советской россии с одной стороны и в третьем рейхе с другой стороны вот то есть советской россии это воспринималось как значит такая одна из форм биологического редукционизма как клеветана пролетарских вождей а в третьем рейхе это воспринималось как какая-то значит еврейская клевета на арийскую расу и ее вождей уже в свою очередь потому что как я уже говорил чезар ламброза он был еврей ну если кратко то значит вот это все что можно сказать о типологии ламброза да так тезисно чтобы дать вам какие-то общие данные кстати несмотря на вот этот официальный запрет и то что труды ламброза они продолжают подвергаться какой-то критике его вот эта типология она вызывает самый живой интерес значит и даже какие-то общие данные о ней преподаются в высших учебных заведениях внутрь министерства внутренних дел до мвд в том числе и в россии то поскольку это чезар ламброза это именно основатель физиологического метода в криминалистики и даже последующие изыскания в этой области которые показали что типология ламброза она не совсем верна да то есть некие новые статистические данные они показали что для значит типов преступников характерна какая-то другая физиология в большей части статистической нежели те параметры на которые делал акцент ламброза но тем не менее опять-таки эти новые статистические данные их систематизация привела к тому что в любом случае можно выделить архетипы значит по наборам каких-то основных физиологических параметров которые свойственные для присутствует преступников рецидивистов совершающих и склонных в первую очередь совершать какие-то определенные преступления то есть даже совершив ошибку относительно современных статистических данных значит фундаментально ламброза все равно получается был прав но его типология она достаточно неполиткорректно если его значит оценивать современными мерками с одной стороны с другой стороны типа типология ламброза она носит резко европоцентристский характер потому что ламброза он работал со статистическим материалом в первую очередь по континентальной европе то есть он не оценивал значит преступников из каких-то там цветных раз да то есть там неважно там азиатов африканцев и так далее вот поэтому его типология она в первую очередь для европейцев как бы может применяться потому что у представителей других расовых групп не европейских то у них уже параметры физиологические они очень резко отличаются вот ну опять таки если кратко так поскольку уже 2256 или скот 2257 то у меня остается всего три минуты я наверно уже не успею ответить на следующие вопросы и я отвечу на них уже в субботу вот плюс я отлажу технические моменты чтобы качество звучания было лучше вот в оставшееся время хотелось бы сказать о том что если вам нравится контент который вы слышите на моих эфирах подпишитесь на группу нитшианцы вселенной нитши где в архиве на стене сообщества содержатся редкие и интересные малоизвестные цитаты из книг нитши черновиков и писем разного периода его жизни также подпишитесь на группу маргинальное ревью оставляйте свои вопросы соответствующей теме задонатьте какие-то средства убер марки на лу это администратор этой группы и оставайтесь с мэдфм а я вынужден с вами распрощаться значит благодарю слушателей за то что этот вечер они уделили прослушивание моего эфира и до новых встреч в эфире также и и и и и и и и и